Окружные депутаты обсудили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ненецким округом. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации заключен 5 июня 2014 года. Действие договора и дополнительных соглашений к нему истекает 31 декабря 2022 года. В начале октября от губернатора Архангельской области Александра Цибульского в адрес губернатора Ненецкого автономного округа поступило предложение о подписании дополнительного соглашения о продлении действия договора на три года до 31 декабря 2025 года. Решение принято совместно руководителями двух субъектов на основании решения специально созданной комиссии, в состав которой вошли также депутаты окружного собрания. В целях необходимости подготовки и внесения проекта в окон о бюджете Ненецкого автономного округа, но и Архангельской области тоже на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо продление данного договора. Данный договор подписан со стороны Архангельской области губернатором в то время в Рио, сейчас уже губернатором центром питающим Цибульским, направлен в наш адрес. Поэтому предлагается его одобрить и продлить до этого направления по 2025 год. Принятие ДОП-соглашения необходимо для подготовки проектов законов о бюджете на региональном уровне и позволит в ближайшие три года формировать проекты бюджетов двух субъектов, не возвращаясь к продлению договора каждый год. Продление до 2025 года позволит последовательно Ненецкому округу принять три закона о бюджете. Это законы с 2021 года и заканчивая законом на 2023 год и плановый период до 2025 года. Это, конечно же, достаточно хороший задел в перспективу. Поэтому мы предлагаем одобрить и принять соответствующий проект постановления. В свою очередь, председатель постоянной комиссии Наталья Кордакова напомнила, что ситуация с окружным бюджетом в этом году, как и в следующем, очень непростая из-за выпадающих доходов. И предложила со стороны депутатского корпуса также подготовить обращение в адрес правительства Российской Федерации о выделении финансовой помощи Ненецкому округу. Поскольку регион является одним из субъектов, ориентированных на нефтедобычу и особенно страдающий от волатильности цен на нефть. Налог на доходы физических лиц создают условия непосредственно регион. Это не недорог, там еще что-то. Это непосредственно работа региона. И мы много средств закладываем для того, чтобы, уважаемые коллеги, в том числе и субсидии мы предоставляем предприятиям. Может быть, тогда обратиться по налогу на физических лиц в норматив 50%. Меня вот это единственное смущает. Остальное понятно. Депутат Татьяна Федорова отметила, что бывший губернатор Ненецкого округа, а ныне губернатор Архангельской области Александр Цибульский, неоднократно высказывался о необходимости пересмотреть нормативы отчислений отдельных налогов в окружной и областной бюджеты. По итогам обсуждения принято решение одобрить ДОП-соглашение. Данный вопрос будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 15 октября. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.